Понедельник, 9 апреля 1906 года. Переписка о Гекке Финни. Нынче утром я получил письмо из Франции от одной моей французской приятельницы. В письмо вложена газетная вырезка, телеграмма из Нью-Йорка. Марк Твен Энтерди. Марк Твен под запретом. Нью-Йорк, 27 марта. По телеграфу от нашего специального корреспондента. Правление Бруклинской библиотеки запретило выдавать детям моложе 15 лет две последние книги Марка Твена, поскольку считает их безнравственными. Знаменитый юморист написал этим господам остроумное полное сарказма письмо, которое они, однако, отказываются опубликовать под тем предлогом, что не имеют на то разрешения автора. Письмо мне пишет одна молодая девушка, которая живет в Сен-Дье на родине Жанны Д'Арк. Я никогда не видел эту девушку, но лет пять тому назад она мне написала, и с тех пор мы раза три-четыре в год обмениваемся дружескими письмами. Это свое письмо она заканчивает так. Меня очень удивила одна заметка в сегодняшней газете, я ее вырезала, потому что сведения такого рода часто оказываются выдуманными, и если это один из таких случаев, пусть газетная вырезка послужит мне оправданием. Мой дорогой, никогда не виданный друг, позвольте мне улыбнуться. Я, конечно, не допускаю и мысли, чтобы эта заметка могла вас огорчить. Во Франции, в ответ на подобную меру, все тотчас бросились бы покупать эти книги. Я и сама решила купить их, в первый же раз, как буду проездом в Париже. И не сомневаюсь, что они окажутся такими же нравственными, как и все, что вы пишете. Я хорошо знаю ваше перо, я знаю, что вы макаете его только в чистые, незамутненные чернила. Теперь я хочу вернуться к этой газетной заметке. Содержащиеся в ней сведения не совсем точны, но в общем близки к истине. Гек Финн и Том Сойер, не последние мои книги. Тому перевалило за 30, Гек существует уже 21 год. 21 год тому назад, когда Гек вышел в свет, публичная библиотека в Конкорде, штат Массачусетс, в праведном гневе выкинула его со своих полок. Во-первых, за то, что он враль. А во-вторых, за то, что после долгих раздумий и тщательно взвесив все за и против, он принял решение по трудному вопросу и заявил, что если нужно либо предать Джима, либо отправиться в ад, он лучше отправиться в ад. Такого кощунства конкордские пуристы стерпеть не могли. После этой катастрофы Гека оставили в покое на 16 или 17 лет. Потом его выкинула публичная библиотека в Денвере. После этого подобная беда стряслась с ним лишь 4 или 5 месяцев назад, то есть в ноябре прошлого года. Вот какое я тогда получил письмо. Уважаемый сэр, на днях мне довелось присутствовать на собрании библиотекарей из детских залов Бруклинской публичной библиотеки. В ходе собрания выяснилось, что в некоторых из этих залов имеются экземпляры Тома Сойера и Геккельберифинна. Услышав это, заведующая детским отделом очень добросовестная и преданная своему делу молодая женщина была крайне шокирована и тотчас распорядилась, чтобы эти книги были переданы в отдел для взрослых. Тут я смиренно покаялся, что читал Геккельберифинна вслух моим беззащитным слепым, безотносительно к их возрасту, цвету кожи и прежнему рабскому состоянию. Я также напомнил собранию, какой отзыв дал об этой книге Брандер Мэтьюс, и добавил, что самому мне ни одна из когда-либо прочитанных мною книг не доставляла столько радости, а чтение — величайшая радость моей жизни. Такая горячая защита с моей стороны вызвала много споров и критики, из которой явствовало то, что, по мнению большинства присутствующих, Гекк — неправдивый мальчик, и говорит «взапрел», когда следовало бы сказать «покрылся испариной». В конце концов, было решено снова обсудить эти книги в начале января, и я был особо приглашен присутствовать на этом собрании. Когда я на днях увидел вас на спектакле «Питер Пен», мне подумалось, что, может быть, вы, поскольку вы знакомы с Гекком не хуже моего, лучше знать его и больше любить, чем я, невозможно, согласитесь подсказать мне несколько слов в оправдании его нравственного облика, хотя он и не порой десяти дворняжки. Я очень прошу вас считать это мое письмо конфиденциальным. Независимо от того, найдется ли у вас время на него ответить, по вполне понятным причинам мне не хотелось бы навлечь насмешки, презрения и упреки на учреждения, которые платят мне жалования. «Совершенным почтением Аза Дон Диккенсон, зав. отделом для слепых и отделением Шипсхед Бэй Бруклинской публичной библиотеки». Это было сугубо секретное письмо. Автора его я не знал, но, судя по письму, решил, что этот человек верный, и что я могу ответить ему столь же секретным письмом, не опасаясь, что преступное содержание его станет известно и попадет в газеты. 21 ноября я ему написал. Пятая авенью, 21, 21 ноября 1905 года. Дорогой сэр, ваши слова повергли меня в великое смущение. Я писал Тома Сойера и Гека Финна исключительно для взрослых, и меня всегда до крайности огорчает, когда я узнаю, что они попали в руки мальчикам и девочкам. Душу, загрязненную в юности, уже никогда не отмыть до бела. Я знаю это по собственному опыту, и до сего дня у меня осталось чувство горечи по отношению к тем, кто призван был охранять мои юные годы, а вместо этого не только разрешил мне, но заставил меня прочесть от первой до последней страницы полный текст Библии, еще до того, как мне исполнилось 15 лет. После такого ни один человек до конца своих дней не может очиститься от греховных мыслей. Спросите свою заведующую, она вам скажет то же самое. Мне от души хотелось бы выступить в защиту нравственного облика Гека, поскольку вы об этом просите, но, уверяю вас, на мой взгляд, он ничем не лучше Соломона, Давида, Сатаны и прочей священной братьи. Если у вас в детском отделе имеется полный текст Библии, пожалуйста, помогите этой молодой особе убрать Тома и Гека из столь сомнительной компании. Искренне ваш, Сэмюэл Клеменс. Ваше письмо я никому не покажу. Можете на меня положиться. Несколько дней спустя я получил следующее послание, очень меня порадовавшее. Бруклинская публичная библиотека, отделение Шипсхедбэй, Шорруут, 1657. Бруклин, Нью-Йорк, 23 ноября 1905 года. Уважаемый сэр, ваше письмо получил. Меня удивило то, что, по вашему мнению, Том и Гек могут оказать вредное влияние на мальчиков и девочек. Но меня порадовало, что вы все же не ставите их на одну доску с библейскими распутниками. Я знаю одного мальчика, который познакомился с Геком в 1884 году в возрасте 8 лет. И с тех пор поддерживает с ним самые близкие отношения. И уверяю вас, эта двадцатилетняя дружба ни капли ему не повредила. Напротив, он всегда будет благодарен отцу Гека, я не имею в виду папашу, за долгие часы, проведенные с ним и с Джимом, часы, когда забывались и болезнь, и горе. «Геккальберифин» — первая книга, которую я выбрал, чтобы прочесть моим слепым. Боюсь, не из эгоистических ли побуждений. И ни одна другая книга из тех, что я читал им впоследствии, не доставила им столько невинной радости. Благодарю вас за ответ. Я почти не надеялся на такую любезность вашей стороны. И остаюсь с искренним уважением, Азадон Викинсон. Четыре месяца прошли спокойно. А потом взрыв. В один прекрасный день ко мне потоком хлынули репортеры. Они с утра до ночи осаждали мою секретаршу. Разумеется, им было сказано, что я лежу в постели. Я всегда лежу в постели. Секретарша забаррикадировала лестницу. Они рвались увидеть меня хотя бы на минутку. Но она не пропустила ни одного. По их словам, стало известно, что я написал письмо Бруклинской публичной библиотеки, что письмо — это злое и очень для них ценное, что им необходима копия. А в правлении Бруклинской библиотеки им виделите сказали, что там в глаза они видели такого письма и услышали-то о нем только теперь, когда репортеры стали его требовать. Из этого я заключил, что мой корреспондент, он работал не в основной библиотеке, а в одном из отделений, честно хранит тайну. И предположил, что он будет хранить ее и впредь, как ради меня, так и ради себя. Ведь это письмо, если бы придать его огласке, грозило мне страшным скандалом. Но и ему бы досталось по первое число. Потому я и был почти уверен, что он меня не выдаст, себе дороже. Для моей секретарши это был нелегкий день. Я же от души наслаждался. Она ни словом, ни намеком не проговорилась о том, что это было за письмо. Она утихомирила этих молодчиков, и они ушли, не солоно хлебавши. На следующий день штурм возобновился. Но я сказал ей, пусть не унывает, человеческая природа возьмет свое, и мы победим. Где-нибудь произойдет землетрясение, или у нас здесь затеют муниципальную свару, или в Европе возникнет угроза войны, какая-нибудь сенсация наверняка отвлечет репортеров от дома 21 по 5-й авеню, хотя бы на сутки. А больше нам ничего и не требуется. Они успеют забыть об этом письме, и мы вздохнем спокойно. Я не сомневался, что очень скоро газетчики нападут на верный след, и написал мистеру Диккинсону, чтобы он в случае чего молчал как устрица. Я велел ему держаться осмотрительно и разумно. Вот его ответ от 28 марта. Бруклинская публичная библиотека, отделение Bay Ridge, угол 73-й улицы и 2-й авеню. Бруклин, Нью-Йорк, 28 марта 1906 года. Дорогой мистер Клеменс, только что получил ваше письмо от 26-го сего месяца. Как видите, меня перевели в другое отделение, поэтому письмо попало ко мне с запозданием. Я пытаюсь держаться осмотрительно и разумно, и очень благодарен вам за то, что вы молчите. Наша бедная старая БПБ так прославилась, что сама не рада. Третьего дня вечером, услышав по телефону голос моего шефа, я уж подумал, что мне не сносить головы, но вчера, мне кажется, эта буря в стакане воды уже стала его забавлять. Я вчера возвратился домой в 11.30 вечера. На крыльце, прислонившись к головы косяку, сидел корреспондент Геральда. Он ждал меня с половины восьмого и сказал, что охотно просидеть здесь до утра, если утром я хоть приблизительно изложу ему ваше письмо. Но я держался разумно и осмотрительно. На январском собрании было постановлено не держать Тома и Гека в детских отделах рядом с серебряным прииском маленькой Нелли и домиком Дотти Димпла. Но книги эти никоим образом не изъяты. Они будут стоять на открытых полках среди билетристики для взрослых, а читать таковую детям разрешается. С нетерпением жду завтрашнего вечера, когда увижу и услышу вас в Уолдерфе. Поскольку я ношусь с сумасшедшим планом создать общенациональную библиотеку для слепых, они там снизошли до того, что предоставили в мое распоряжение несколько лож. Я надеюсь, что придет и упомянутая вами молодая особа, заведующая детским отделом и еще кое-кто из сотрудников БПБ. Мне очень жаль, что из-за меня вам причинились только беспокойства, репортеры. Но не тревожьтесь, я не сказал и не скажу им ни слова о содержании вашего письма. А вы уж не ябедничаете на меня, хорошо? С совершенным почтением, Азадон Диккенсон! На следующий день я познакомился с ним в Уолдерфе, где мы с Чоутом огласили наше воззвание о помощи слепым, и он оказался очень надежным и во всех отношениях приятным человеком. Теперь, с получением весточки из Франции, инцидент, надо полагать, исчерпан. В Англии на эту тему пошумели две-три недели тому назад, и в Германии тоже. Когда Гека Фина не трогает, он мирно бредет своей дорогой. Время от времени то тут, то там, калеча душу какому-нибудь ребенку. Но это не страшно, в раю детей и без того будет предостаточно. Настоящий вред он приносит только тогда, когда благонамеренные люди принимаются его разоблачать. В такие периоды он сеет в детских душах ужас и смятение. И уж тут не упускает случая, вредит сколько может. Будем надеяться, что со временем люди, действительно пекущиеся от подрастающих поколений, наберутся ума и оставят Гека в покое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!